здравствуйте здравствуйте друзья мои я сегодня просто в предвкушении вы знаете сегодня у нас с вами будет посещение грандиозного места которое я планировала уже целую неделю из-за холодной погоды все откладывалась откладывалась моя поездка так вот сейчас я нахожусь в городе увидел и сейчас мы с вами спустимся в бухту именно ту которую я и хочу вам сегодня показать это называется бухта стифил или бухта степ хил крутой холм вот по-русски если по-нашему говорит то получается все-таки стифил а пишется степ хил надо спускаться туда вниз сейчас покажу вам как это выглядит сверху друзья вот этот вот каменный мыс очень красивый очень крутой здесь спуск вниз спуск то ладно как говорится но потом ведь еще и подниматься моего и все только для вас мне тут все кто-то говорит ой вы так запыхались вае у вас такая дышка да будет тут одышка карабкаться тут и молодым то вы знаете трудно ну ладно спускаюсь к этой бухте сегодня у нас вроде ветра нет но все равно видите как море волнуется потому что открытый океан я кстати давно здесь гуляю и никогда не видела вот этого вот прохода красивому маяку если не знаешь конечно фиг найдешь видите да и ладно я не знаю я не местная мне простительно но тут ведь даже местные не знают этих троп и никогда не бывали на этой красивящей бухте она называется жемчужина острова white давайте смотреть мы уже вышли и слева мы видим сразу знаменитый лайтхаус белый дом или лайтхаус еще и маяк здесь он используется как небольшой отель ну и весь этот холм всю эту бухту украшают вот такие вот специальные рыбацкие поплавки для сетей краболовки и всякие разные другие снасти краболовки мы с вами уже видели много раз но здесь их всяких разных сколько хотите опять давайте вы знаете друзья что мы с вами сделаем я просто все это вам сейчас покажу потому что я гуляла здесь много много часов и даже посидела немножко на камешках здесь людей опять не так много видите как красиво гуляют волны день сегодня был тихий у нас ничего не мешало наслаждаться вот этой замечательной прогулкой это рыбацкая деревушка вот так вот она выглядит совсем совсем маленькая деревушка которая сохранилась еще на по моему с 14 века но и здесь находятся три ресторана сейчас вам тоже их всех покажу в этих ресторанах постоянно но можно полакомиться кальмарами лангустами крабами омарами и различными ойстерс ракушками морскими но это конечно же только если хороший улов и рыбаки привозят это все и сразу же вам готовят здесь сейчас также живут люди эти два отеля конечно же в настоящее время три отеля вернее закрыты отели очень маленькие два из них имеют по три номера и один имеет всего лишь два номера вот что еще могу сказать что это место считается жемчужина и острова айлоу вайт и даже местные жители как я уже сказала мало кто здесь бывал посещал это место во первых до него добираться только очень очень крутыми вот такими сту спусками ступеньками на машине доехать практически невозможно хотя там вот у них за углом стояла одна машина какого-то частного лица но я даже не знаю каким образом он доехал потому что здесь все таки только тропы пешеходные вот такой вот небольшой пляжик здесь видите давайте мы еще раз пройдемся с вами по этой рыбацкой деревушке и все внимательно рассмотрим это просто коттедж очень красивый в котором живут люди просто жилой дом показываю вам со всех сторон потому что уж очень мне нравятся такие специфические старинные коттеджи именно из-за своих соломенных крыш вот посмотрите как укреплен здесь берег какая стена стоит сначала из камней потом еще забор потому что это очень сильно захлестывают волны и практически вы видели что это бухта находится рядом с открытым океаном а это в помощь туристам там был у нас маникюрный маленький салончик лодки рыбацкие кругом вот еще один красивый вход в частный домик я смотрю уже минут 5 на эту кошку она не влюбается как думать она настоящая а точно настоящая повернулась с ума сойти вот это да я думала это просто фигура кошки обратите внимание сколько кругом рыбацких приспособлений и сколько камней здесь это специально укреплен так берег потому что здесь беспородный круглый год а зимой очень страшная бывает огромная волна береговые укрепления показываю вам опять а вот это обратите внимание вот туда можно идти тоже прогулочная пешеходная набережная по которой мы когда-то с вами гуляли кто хочет ссылочка на видео вверху которую построил один из богатых англичан на свои собственные деньги а это опять краболовки различные всевозможных форм ну как вы понимаете это ничего уже не используется это просто на радость туристам все здесь оставлено в качестве украшений этого места спуск самой воде пляжа как такового конечно здесь наверное нет ну вот видите чаще всего волны захлестывают все это побережье и конкретно для солнечных процедур это место не предназначено сюда люди приезжают насладиться уединением послушать шумом покушать свои любимые морепродукты которые здесь можно купить всегда поразмышлять о жизни глядя на замечательные приборы вдалеке лайтхаус опять дом отель наподобие маяка белый дом довольно красиво можете видеть его также на многих проспектах вообще я очень рада что я попала сюда сегодня с вами и что я смогла вам это все показать друзья к сожалению муж мой англичанин мне это место никогда не показывал возможно ему трудно было спускаться вот мы пришли обратите внимание я показываю вам ресторан и сцену на морепродукты и все что здесь продается вы можете нажать на стоп паузу и почитать посмотреть видите двери сделаны интересно с иллюминаторами опять же снасти рыбацкие как украшения вот там наверху это сейчас мы поднимемся я вам покажу это вот такие вот уединенные закутки специально для для посетителей они здесь обедают это ресторан очень необычно для тех кто никогда такие места не посещал наверное будет даже странно смотреть как здесь все выглядит интересно ну вот даже сразу и не поймешь что так выглядят отели но это именно вот такие малюсенькие английские отели bed and breakfast три четыре номера для постояльцев но вы знаете не могу сказать что это дешево обходится но изысканные экзотические места стоят довольно дорого сейчас к сожалению опять из-за коронавируса из-за локдауна здесь все закрыто может быть для нас и лучше что нам никто не мешает и мы можем зайти и погулять везде и все посмотреть по ценам и и и к он а в к а информация об этих трёх отелях и как выглядят внутри. А это самый крайний, самый последний здесь открытый ресторан Бич Шак. Это пляжная хижина или пляжная лачуга. Тоже закрыто сейчас, видите. Обычно, я знаю, постояльцы очень любят арену на открытых верандах. Обратите внимание опять на укрепительные здесь камни огромные, волнорезы и всё. Дальше вы видите просто дикий берег. Вот этим вот шикарным Бич Шак заканчивается деревушка. И я прошла с вами немного дальше, чтобы мы всё-таки полностью увидели это место. Брадиозное, друзья. Я почему-то уверена, что вам понравится и очень редко можно попасть в такие места, которые я вам показываю в своих видео. Вы знаете, даже англичане, я смотрела и искала какую-то информацию, совершенно не знают ничего об этой рыбацкой деревне в бухте на берегу Ингрешчана. За поворотом туда дальше на протяжении, наверное, десяти миль. Это западное направление, Мидлс. Я вас туда обязательно ищу. Отвезу и мы посмотрим совсем-совсем скоро. Ну а на этом, друзья, я сегодня хочу с вами проститься. Всего вам доброго. Берегите себя. Удачи. Увидимся ещё. До новых встреч. Пока-пока.